Мы снова с Еленой Александром Савельевичем, вот, будучи академиком. Вот я всегда с удовольствием все показываю, рассказываю. И в данный момент, давайте так, месяц назад на этих деревьях, на всех, сейчас я объясню саму мысль, и для вас, а значит, и для многих. Вот это вот, например, господи, у меня память-то, память-то, память-то. Ага, абрикос миндальный. Самое смешное, я еще ни одного плода не получил. Так вот, обратите внимание, он как бы поздний, он еще, несмотря на 8 октября, сейчас поймите, куда я клоню, и не думает даже сбрасывать листья, так. Теперь быстренько две крайности. Вот одна. Вот это персиковый абрикос Херсонской области. Измельчал, смотреть на плоды, смотреть они жутко. Я ждал 150 граммовый, получил 30-40 граммовый. Заметьте, это, я вначале, вот это дерево, и еще один персиковый абрикос. Я вначале думал, что они у меня заболели и собираются помирать. Нет, это европейцы, им пора, им пора. И что получается? Одна крайность, так? Вторая крайность миндальный. От кого? Я уже сколько раз обращался через интернет. Ну, ради бога, ну, скажите мне, кто мне прислал, что от него ждать? 20 граммов плоды или 120 граммов? Абрикос миндальный. И так мы видим совершенно здоровое дерево, которое пока еще для него лето. Серединка на половинку, смотрите сюда. Вот, что там у нас написано? Это мы с вами бирки вешали. Я так не запоминаю. Вот на миндальном абсолютно чистый лист. Так вот, смотрите. Здесь написано персиковый номер два. То есть, еще один персиковый абрикос, не плодоносится, но с другого места. Ладно, смотрим. Итак, здесь, казалось бы, месяц назад листья были абсолютно чистые. Я к вопросу, жрет парша, манелиоз и прочие эти грибковые заболевания, или не жрет? Казалось бы, жрет. Казалось бы, надо с ней бороться. Но, Елена Александровна, самое главное, заметьте, начинается осень. Я показал крайний, вон он, те желтые, где уже желтые листья. Пришла пора листьям жухнуть, ну как сказать, прямо скажу, портиться. И у них, вот, смотрите сюда, давайте разглядим один лист. Вот этот хотя бы. У них это первый этап. Вначале они были вот такие вот чистенькие эти, вот как пример, да? И они были абсолютно такие же. Помните, мы ходили, я говорил, не найдем ни одной паршинки. Было? Смотрите. Он, пришла пора, у него осень, у него меньше тепла, у него начинается процесс этот. И тогда у него портится лист, и появляются первые мертвые участки. Участки, ну, начиная, наверное, с отдельных клеток, да? Потом группа клеток там. И они начинают, и вот только испорченный лист начинает, вот дальше смотрим сюда, смотрите. Уже испорченный лист, наступает теперь время, это время грибов. Это грибы, вот они, это и есть. И только это и процесс, и естественно, самое главное, это, я говорю в вашем листе, всем, 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 это естественный процесс, пришла пора. Вот, не, 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 я, кто-то бы скажет, срочно, я до химиката, и начинаю происходить. Спокойно доживет свой век, то есть этот год упадет, вот они, и все. Дальше смотрим, что происходит дальше. Тот, кто калечит деревья, добивается того, что листья начинают жухнуть в середине лета. Видят плесень, смотрят под микроскопом, дают ей название. Вы знаете, вы, наверное, больше меня знаете этих названий. Я не могу запомнить, я на лес несколько лет запоминал слово. И сейчас, по-моему, неправильно произношу. Вот, чтобы не выглядеть дураком, да, и видят под микроскопом, караул, он у лисы жрет. Вот это страшнейшая ошибка, страшно невероятно. Отсюда пошло вот это заблуждение, и миллионы, миллиарды попыток бороться, они безуспешные, но люди-то, когда опрыскивают, думают, что борются. Все книги забиты этим, вот это хочу сказать. Ошибка страшная, ошибка, которая привела к тому, что на генетическом уровне, вспомните мои эти последние вебинары, на генетическом уровне собрались уничтожать опят. Опят. Вот так. Ну ладно, я уже выговорился сто раз на эту тему. Значит, и еще, раз уж мы стоим, посмотрим, полюбуемся. Встаньте, вон туда, просьба, чтобы показать, что такое за три года и шесть месяцев. И пять месяцев выросло такое чудо из косточки. Вот, вы у нас девушка не самая мелкая. Вот, я показываю один рост, второй рост. Так. Три ваших роста. Сейчас я подальше отойду. Вот если туда встать, вон туда, поглубже. Вот. Три ваших роста. Ну, без одной головы. Шутка. Чему я говорю? Значит, это мощный рост. Это абсолютно здоровые деревья. А теперь представьте себе, что кто-то сказал. Караул на них появилась эта, парша. И давай опрыскивать. Вот этого делать не надо и никогда нельзя. Пришла пора, увядание. И что еще хотел показать? Вспоминайте, сейчас они все в течение лета были абсолютно без единого грибочка. Вспомнили? А сейчас пришла пора. Вот. Все. Грибы начинают работу еще на листьях. Потом они упадут и продолжат свою работу. Гумусы мы обязаны. Ну, кому? Только листовому опаду. Правильно. А больше чему еще? И бороться с грибами. Это величайший гумус. Теперь смотрим. Вот это вот. Косилось четыре раза за лето. Вот оно. Вот это вот. Оно остается на месте. Это второй источник гумуса. Но его делаем мы сами. То есть, я считаю, что это благо. Когда мы делаем несколько покосов, так, скосили, освободили место снова для травы, снова до колена, снова скосили. Четыре покоса у меня, например, в этом году. Так, и вся эта трава поступает на службу грибам. Это еда опять для этих грибов, которые уже находятся в почве и там, где им положено быть. И с тех пор, когда я здесь ничего никогда не удобрялось, вот эти вот, пойдемте сюда. На это мы бы полюбовались уже. Это у нас этот самый, с Херсонской области, абрикос персиковый. Правда, вкусный все, но мелкий разочаровал. Ну, ладно, все-все, не буду о плохом, о грустном. Вот они. Вот тут Фаина. Вот тут Королевский, Серафим. Видно меня? А уже, по-моему, не видно. Вот. Посадка однолетними в... Ой, наверное, высота. Посадка однолетними в 2015 году. Вот. Это я к тому, что деревья настолько мощные, питание находят сами. У них мощнейший аппарат, который корневой аппарат, так. Вот. Никаких подкормок. Все возьмут из почвы. Почва бедная, будет больше корней. Почва еще беднее, еще больше корней. Выкормится. И, наконец, здесь мы тоже не нашли ни одного грибочка. Так? Вот. Ну что? Заканчивайте эту тему. Что я мог забыть сказать? Что я мог забыть сказать? Давайте так. Пойдемте-ка, я вас буду угощать. Пойдемте.